Эп! Ну пища! Ну чё оно не рубится? Ладно, и так сойдёт! Чё такое-то? Чёрное! Ничего, морщикся! Самый спёк, самый кушай! Не берите пример с Вовки в тридевятом царстве, не топите печь сырыми дровами и не запихивайте их в печь дополна. Сырыми, тем более гнилые дрова, дают копоть, неэффективно топятся, не дают полезной энергии. Та энергия, которая в них ещё осталась, она используется этими дровами для того, чтобы свою же влагу нагреть и испарить. Обычно как растапливают? Заложили крупные дрова, взяли бересту или газету, снизу подожгли и вот оно начинает. Ну, это немножко нерационально. Лучше, допустим, первую закладку дров сделать вот такими вот мелкими дровами. Нужно печь, дымоход вывести на рабочий режим, а с крупными дровами этот процесс растянется. Потом, когда уже они обуглятся, прогорят, тогда уже можно закладывать дрова крупные. Не надо сразу закладывать в топку все дрова. Сначала 3-4 полена и не параллельно, а перекрёстно. Оставляйте пространство для огня, чтобы он горел. Если печь будет нормально дышать, все газы и сажа сгорят эффективно. Процесс горения нужно контролировать. Плохо, когда он идёт медленно, дрова тлеют, горят без пламени. И плохо другая крайность. Когда печь гудит, когда очень высокая температура, нельзя допускать, чтобы печь нагревалась до красна. Здесь нужна золотая серединка. В перекалённой печи тоже теряется эффективность. Газы на большой скорости уходят в дымоход. Их температура высока. Может случиться возгорание в перекрытии или в кровле. Чтобы печь в бане долго держала тепло, нужно смотреть на величину закладки камней. 60 килограмм – это маловато. Мне кажется, чтобы более 100 килограмм была закладка, тогда она держит тепло, её так быстро не зальёте. Ну и желательно, чтобы печь была такой конструкцией, чтобы была возможность постоянно её подтапливать. И чтобы огонь не шёл через камни. Тепло хорошо держится, когда оно накоплено. Чем больше масса камней, тем дольше будет держаться тепло в бане. Для его сохранения важно также вовремя убирать залу и проверять дымоход, не допуская скопления сажи.